Лекции недавно одну смотрел по поводу того, как устроена СМИ и их влияние. Больше не влияние, а как они устроены, откуда происходит новость, как она рождается, как умирает, как отслеживается. Вся эта система вброс-невброс узнать. Это все уже сейчас достаточно легко анализируется, понимается, но почему-то мало кто предсказывает о том, во что это все должно вылиться. А, должно вылиться, б, ну, неизбежно как-то, наверное, выльется. Потому что я живу в российской действительности, и не очень понятно, сколько будет продолжаться вот это безобразие, которое происходит. О каком безобразии я говорю? Значит, классика. У нас есть новость, значит, случилось что-то там плохое, или происходит какой-то плохой процесс, там какие-то плохие люди что-то там себе присваивают, или там наоборот, какой-то вопрос не могут решить. Эта новость живет там полтора дня, так называемая актуалочка, да, у новостников, когда вот говорим вот сегодня весь день трындим про нее. По радио это очень хорошо видно, когда каждые 15 минут, ну, хочется какую-то разность послушать, вот ее трындят повторяют. Конечно, с современными скоростями хотелось бы и быстрее, и больше, да, как человека поглощаешься, другим же наоборот надоедает. Но самое главное, чего не происходит, это решение проблемы, озвученные в этой новости, или анализа ситуации чуть более технологической, чем, скажем, современный полуэкспертов. Что представляет из себя полуэкспертов, да, это очень хорошо видно, там, когда еще в ЖЖ было сообщество Папарацци, сейчас оно на Фейсбуке почему-то. Это когда у всех девочек, там, 25 лет, книжка экспертов, ну, там, у гостевых редакторов, у девочек, да, у тех, кому надо вот какие-то мнения собрать, либо пригласить на эфир. Вот, все эти книжечки, телефоны, вот, передаются, что называется, по наследству, то есть, все девочки передают примерно друг другу один и тот же набор людей, а вот на эту тему у нас кто там, да, а на интернет тему там, ну, есть у нас Касперский, есть еще кто-то, а на тему экономики, там, Хазин, Кричевский, там, еще кто-нибудь, там, либеральный, нелиберальный. Они еще мало того ужас какой у фланговых станций, там, или средств массовой информации, они сугубо вот свои, да, которые скажут, ну, какая-то глупость получается противоречившей журналистики, брать мнение все-таки у людей разных, наверное, да, но мало того, сами эксперты представляют из себя уже таких старых дяденек, даже молодые очень стариков похожи, которые, все, что они транслируют, это, ну, я сквозь это читаю, как бы, а вот не наняли меня, и поэтому все, вся такая фигня происходит. Вот я читаю ровно это, да, то есть, они такие бурчат, как бы, ну, а что вы хотели? У нас там то-то-то-то-то, потому что происходят такие-то процессы, такие-то-то диффузии и так далее. Вот, не говоря при этом, как решить эту проблему, я читаю сквозь это, что их бедных не наняли, это, оказывается. А когда наняли, там такое довольная история происходит, там тоже уже отсытости, плохая экспертная оценка получается, потому что и там, и там беда. Ну, я русский человек, я в огромных количествах кухнях побывал в разных городах, там вот разговоры, там у нас очень много умных мужиков, которые могут такой же комментарий дать, значит, проблема. Проблема не решается, да, СМИ практически все работают по этой единой модели. Помню некоторые прорывы, да, ну, вот, например, мне очень нравилась манера, по-моему, ее изобрел Сергей Леонидович Даренко, когда еще на русской службе новостей, я радио просто слушаю все разговорные в основном. Он при какой-то новости у слушателей в эфире спрашивал, а кто у нас по этой сфере? И быстро вызванивалось какой-то специалист, и получилось очень объемно и круто, очень точечно попадал в эксперты и так далее. Но вот сейчас он это растерял, потому что вот в конфликте Дидье Мурани и Киркорова он так и не понял, что неплохо было бы дозвониться до того человека, кто хорошо знаком с Игорем Турновым. А тот, кто с ним знаком, тот всю эту историю бы распутал. Не буду говорить уже. Дальше. Значит, во что это все превратится? А, ну еще про экспертов что хотел сказать, допустим, те же политологи. Ну, давайте уже перестанем у них прогнозы спрашивать и просто такой чемпионат проведем с длительностью, там, венное количество времени, месяцев или лет. Возьмем и с прошлого данные. Это вот все прогнозы просто провести какие-то соответствия. То есть, что он когда говорил, исполнилось это или нет. Это же легко провести, а то как-то неконгруентно получается. Значит, ну, пока никто не делает то, что они старенькие, их обижать не хочется, их из уважения к чему-то спрашивают, они серьезно дают какую-то оценку, либо уже несерьезно, потому что им все равно. Ну, там, третьему десятку СМИ дали какой-то прогноз и никак за него не отвечают. Тут надо какую-то ответственность вводить. Вот РБК это в дневном эфире знает, вот с каждого там спрашивают за прогнозы, потом в эфире люди дозваниваются. Вы что? Там говорили, золото поднимется. Вы что? И там такие, как Димура, уже почему-то реже бывают. Значит, новостная индустрия теперь как про решение проблем. Помните, вот раньше времечко было? Ну, какой-то вот был тогда прорыв. Вот к чему-то близкому мы сейчас опять идем. Только сейчас уже интернет подключен и так далее. Рецептик такой, который я как-то придумал, может, о нем тоже люди думают, продюсеры, там, как каналов, ну, в основном дирекции информационного вещания. Это взять проблему, а потом через два месяца к ней вернуться. Такого практически не происходит, если только сама новость о себе не напомнит. А вот такого вынужденного, не ретроспективного, периодизация не обязательно два месяца, да, но для разного рода проблем. Разный род, потому что мы уже видим, да, то, что СМИ как-то помогают в решении каких-то вещей там. И некоторые либеральные люди очень рассчитывают на СМИ, потому что это практически единственное, что их спасает сегодня. А это же может не только спасать чью-то либеральную задницу, хотелось бы сказать. Ну, и какие-то общегражданские проблемы, да, вот гражданское общество строится, да, какие-то особо лютые граждане, практически в их руках единственное оружие это СМИ, вот. А оно, получается, где-то не достреливает, а где-то вообще, ну, предает, потому что люди рассчитывают, да. А образование там, ну, либо знания того, как это работает, не хватает. Ну, не хватает понимать то, что есть такая вещь, как актуалочка, мало кто просто знает это изнутри, там, мало кто был в студиях, там, и так далее. Ну, я вообще говорю о том, что скоро, наверное, вот эта вот медиаиндустрия мнений все-таки превратится во что-то более уважаемое и точное благодаря тем же технологиям.